ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «День о событиях» в Иральском федеральном округе. В студии Ирина Орефьева. Главное за день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Громкий судебный процесс в Сургуте судят организаторов массового отравления спайсом. Меньше весишь – дальше едешь. На российские дороги больше не пустят фуры с перегрузом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Безотходное производство. На Ревтинской Гре запустили инновационную систему удаления золы и шлаков. Это один из крупнейших экологических проектов в стране. В Югре скоро все школы станут доступными для особых учеников. Пантус уже установили в одной из школ Сургута по просьбе девочки-инвалида. И в чем секрет сладкой жизни? Тюменские кондитеры, несмотря на импортозависимость, расширяют производство. Итак, в Сургуте судят организаторов массового отравления спайсом. Напомним, эта история прогремела на всю страну прошлой осенью. С 18 сентября в больницу Сургуты начали поступать сначала единицы, а потом десятки людей. Причины стало неизвестной. На тот момент вещество, не имевшееся в списке наркотических и, соответственно, запрещенных к распространению. В общей сложности тогда пострадали 220 человек, семеро погибли. Сюжет Татьяны Звержанской. На скамье подсудимых 4 человека. Троих обвиняют в организации распространения спайса одного в сбыте наркотиков. Уголовное дело увесистое, почти 20 томов и порядка семидесятков свидетелей, в том числе из других регионов. Судебный процесс обещает быть непростым. Сбыты наркотических средств производятся, как правило, завуалированно, то есть без контакта с непосредственным приобретателем наркотических средств, путем тайников, закладок так называемых. Собственно говоря, доказательственная база основана именно на материалах оперативно-розыскной деятельности. Как правило, отсутствуют прямые свидетели сбыта наркотических средств. То есть в этом и заключает сложность рассмотрения дел в такой категории. Около года назад волна отравлений спайсами прокатилась по всей России. Больше всего пострадавших 220 человек было в Югре. Семь жителей округа погибли. Отравившиеся массово поступали в больницы Сургута. Две-три затяжки той самой курительной смеси, основанной, как позже выяснилось, на яде, зачастую ввели прямиком в кому. Происходит токсическое поражение головного мозга с характерной симптоматикой, которая проявляется в виде потери сознания, судорог. И потом пациенты фактически не помнят все то, что с ними происходило. Сложно пока сказать, насколько эта симптоматика обратима и какие останутся отдаленные последствия. Выйти на распространителей полицейским удалось достаточно быстро. Правоохранители выяснили, что поток курительных смесей хлынул в Уральский федеральный округ с Украины. Всего сотрудникам ФСБ и наркополицейским удалось поймать 9 фигурантов резонансного дела, в том числе на Ямале. Это закладчики, которые по договоренности с наркоторговцами устраивали тайники с дозами. Данное вещество абсолютно новое, до предыдущей недели в округе не фиксировалось. В библиотеках масса спектрометров данного вещества нет. По данным лицам, что могу сказать, действовали они в составе организованной группы и являлись частью большой организованной преступной группировки. Сложность борьбы с оборотом спайсов заключается в том, что изготовители могут изменить в составе уже запрещенной формулы малейший компонент, и курительную смесь можно продавать легально. Но массовое отравление в Сургуте как раз и подтолкнуло законодателей изменить ситуацию. Госдума приняла закон, по которому курительная смесь попадает в список запрещенных автоматически. Сегодня первое заседание суда в Сургуте пришлось отложить. Адвокат одного из обвиняемых заболел. Процесс продолжится уже в ноябре. Татьяна Звержанская при содействии телекомпании Сургут Информ ТВ. Информационная программа День Сургут. В регионах стартовала профилактическая акция, цель которой борьба с фурами, которые передвигаются по дорогам с перегрузом. Это негативно сказывается на состоянии трасс. Кстати, санкции за нарушение весьма существенные. Штраф придется заплатить и водителю, и собственнику машины. Роман Мариенко подробнее. Этого дальнобойщика остановили в Челябинской области. И скорее всего, ему не избежать крупного штрафа. КамАЗ с арбузами оказался тяжелее нормы на 4 тонны. Вес грузовика с точностью до килограмма определила умная электроника. Статики замеряем, то есть каждую ось с остановочками. То есть автомобиль остановился, зафиксировался вес с помощью системы Bluetooth, передается на данные. Специальная программа даже рассчитывает причиненный ущерб дорогам Южного Урала. Водителю этой фуры придется заплатить 5000 рублей штрафа. Владельцы перегруженной машины тоже оштрафуют на 90 тысяч. Применятся санкции, предусмотренные статьей 27.13 административного кодекса, в виде задержания транспортного средства и помещения его на специализированную охраняемую стоянку, либо приобретение специального блокирующего устройства. За аналогичные правонарушения в 2015 году на Южном Урале уже оштрафовали полторы тысячи дальнобойщиков. Максимальный штраф за перевес сегодня составляет миллион рублей. Но, к примеру, в Свердловской области нарушителей не меньше. В последние годы с ростом промышленного производства в регионах проблема перегрузов стала острой, как никогда. В масштабах всей страны мы имеем серьезную проблему преждевременного изнашивания полотна автомобильных дорог. Преждевременного. Некоторые случаи злоупотребления со стороны грузоперевозчиков иначе как вопиющими назвать нельзя. При разрешенной максимальной массе в 40 тонн в Свердловской области останавливали грузовики весом по 130. Такая машина не просто повредит дорожное полотно. Она способна обрушить мост. Специалисты подсчитали. Перегруженная фура за один проезд портит дорожное полотно, как 40 тысяч легковушек. Но это еще полбеды. Забитые под завязку грузовики нередко попадают в аварии. В этом году на Среднем Урале было несколько таких случаев. В первую очередь это тонары, полуприцепы, везущие сверх норматива. В этих дорожно-транспортных происшествиях 5 человек, к сожалению, погибло. И 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Борьба с тяжеловесами-нелегалами будет только усиливаться. Например, в ближайшие годы на Среднем Урале появится 3 стационарных поста для взвешивания грузовиков. Плюс мобильные станции контроля, которые можно разместить в любой точке региона. Перегрузы – это не просто административное нарушение. В целом по стране ущерб от недобросовестных перевозчиков уже исчисляется триллионами рублей. Роман Мариаленко, Александр Плюснин. Информационная программа «День» Свердловская и Челябинская области. Детская площадка – не место для парковки. С таким обращением к автовладельцам Ноябрьска вышли местные активисты. Общественники вместе с участковым полномоченным полицией нашли во дворах массу нарушителей. Всем, кто оставил автомобиль в неположенном месте, участники акции прикрепили на лобовое стекло лист бумаги с напоминанием о взаимной вежливости. Нехватка или вовсе отсутствие оборудованных парковочных мест около жилых домов зачастую приводит к конфликту интересов. Автовладельцы порой паркуют свои машины, где придется, в том числе на территории газонов и детских площадок. Во дворах Ноябрьска это уже стало проблемой. Мы хотим просто, чтобы у нас было общее понимание, чтобы водители, размещая свои автомобили на парковке, то есть просто элементарно не притесняли именно детей. Я надеюсь, что такая вежливая напоминалка позволит достучаться до автолюбителей и поможет решить вот эту вот конфликтную, небольшую, но конфликтную ситуацию. В Сургуте одной из школ оборудовали пандусом. Предыстория его появления довольно интересная. О строительстве пандуса главу региона попросила в свое время девочка-инвалид. Вообще в Югре до конца года пандусами должны оборудовать 70 школ. Таким образом, доступность образовательных учреждений для детей с инвалидностью в регионе станет стопроцентной. Из Сургута сюжет Юлия Тимошенко. Кирилл Прохоров – инвалид с 9 лет. О том, как трудно бывает попасть в то или иное здание человеку на коляске, знает не понаслышке. Сегодня он приехал в 32-ю школу Сургута, чтобы оценить качество пандуса, который соорудили специально для шестиклассницы Элеоноры. Как пандус? Пандус хороший. Замечаний, нареканий нет. Но без посторонней помощи ребенок сюда не поднимется. Сейчас девочка проходит лечение в Крыму. Именно там, в этом году, в санатории для инвалидов, она со своей мамой случайно встретилась с Натальей Комаровой. Мама и рассказала губернатору, что девочка готова ходить в школу, но состояние пандуса не позволяет ей подняться в здание. Наталья Комарова поручила сургутским властям оперативно отремонтировать пандус и обеспечить безбарьерную среду в самой школе. Для этой девочки будет индивидуальная кнопочка. Она ее нажимает, у охранника на ретрансляторе загорается сигнал, и он выходит ее встречая. По школьному коридору девочка сможет передвигаться с помощью телескопического пандуса. Его части легко убираются, поэтому другие школьники неудобств испытывать не будут. Класс, где будет учиться Элеонора, оборудован специальными партами – сухим бассейном, массажным ковриком, предметами для развития мелкой моторики. Вместе с девочкой здесь будут обучаться еще четверо детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти подвижки, которые происходят в округе, они зримые, они мощные. И, безусловно, конечно, эта программа будет работать многие годы, потому что проблем накопилось достаточно в России. Но Югра, вот я знаю, просто занимался этим, Югра, безусловно, и здесь пилот. Оборудование школ под нужды детей-инвалидов сейчас идет повсеместно. В округе взят курс на так называемое инклюзивное образование. Обычные и особенные дети должны учиться рядом. Сегодня уже четыре сургутских школы полностью приспособлены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. А всего в округе до конца года безбарьерными будут 66 школ. Это полностью обеспечит потребности особенных детей. Юлия Тимошенко, Рашид Владыпов, Сургут. Масштабный экологический проект запустили сегодня в Свердловской области. На Ревтинской игре заработала инновационная система удаления зала и шлаков. Это позволит минимизировать воздействие работы станции на окружающую среду. Отходы могут быть использованы для производства строительных материалов. Даже корреспондент Дмитрий Немытов побывал на месте событий. Составы с углем прибывают на электростанцию через каждый час. Этот процесс не прекращается ни днем, ни ночью. Чтобы обслужить такое количество поездов, здесь действует целая железнодорожная станция. Уголь везут из Казахстана. Чтобы быстрее выгружать вагоны, их просто переворачивают на спецустройстве. Все, что находится позади меня, это огромное угольное хранилище. Но даже этих гигантских запасов станции хватит всего на несколько недель работы. Ревтинская ГРЭС – крупнейшая электростанция России, работающая на угле. Какие объемы идут на сжигание, сказать сложно. Проще представить целое месторождение, которое работает исключительно на нужды этого объекта. После того, как уголь сожгут, остаются миллионы тонн золы. Сегодня ее научились грамотно утилизировать. Огромный объект стоимостью 12 миллиардов рублей. Это часть новейшей системы золошлакоудаления. Такого в России еще не было. Из отработанной пыли здесь будут делать товар, пользующийся большим спросом на рынке. При переработке золы получаются стройматериалы, пригодные и в народном хозяйстве, и даже в дорожном строительстве. Зола в первую очередь традиционно используется в строительстве. Это для изготовления кирпичей, для приготовления строительных смесей. В последнее время получило развитие использования золы при производстве цемента. Ну и также мы работаем сейчас над развитием некоторых новых направлений. Такое, как применение золы при изготовлении различных изоляционных материалов. Новый комплекс – это еще и решение экологических проблем региона. Он не только помогает сокращать выбросы в атмосферу, но и экономит площади, предназначенные для утилизации отходов. Расширять площадку под хранение золы больше не надо. Ближайшие 30 лет ее будут складировать без ущерба для окружающей среды. Была серьезная развилка между строительством сухого золошлака удаления, либо вырубки дополнительных лесов под хранение. Они приняли решение именно в современной зеленой технологии. Я искренне хочу их от всех уральцев поблагодарить. Решив экологическую проблему, Рехтинская ГРЭС принимается за новый проект – умные электросети. Сейчас потеря энергии при транспортировке значительно, и новые технологии позволят это избежать. Дмитрий Немытов, Юрий Чернышев, информационная программа «День», Свердловская область. Смотрите во второй половине программы «День». Он мог остаться без ног, но врачи сделали невозможное. К Тренбургской медики сегодня рассказали журналистам в итогах уникальной операции, которая прошла 4 года назад. Сразу несколько успешных спецопераций провели уральские силы веки. В Челябинске накрыли казино, а в Свердловской области – притон. Интимуслуги здесь оказывали под видом строительных работ. В чем секрет сладкой жизни? Цеменские кондитеры, несмотря на импортозависимость, расширяют производство. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. Екатеринбургские врачи спасли жизнь пациенту, который 4 года назад получил сильнейший удар током. Тогда ему пришлось ампутировать левую руку. Прогнозы были неутешительными. Молодой человек, которому тогда было всего 18 лет, мог лишиться и ног. Сюжет Надежды Наяксовой. Это сегодня. Павел, хоть и слегка прихрамывая, но достаточно бодро шагает в больницу. Четыре года назад в отделении хирургии его доставили в инвалидной коляске. Он сам признается, травму получил по глупости. На заброшенном заводе на молодого человека упала линия электропередачи. Заряд прошел через руку и обе ноги. Лежачего пациента поместили в стационар с ожогами четвертой степени. Фактически кости сгорели на участке 10 сантиметров. Было полное обугливание. Соответственно, все окружающие ткани также были поражены. Их просто не было. Врачи провели 12 операций. Те кости, что пострадали, было решено восстанавливать методом собственной регенерации. Ноги пациента поместили в аппарат Элизарова. Хирурги несколько раз его перемонтировали, чтобы сохранить правильную ось конечностей. Был большой риск заражения инфекциями и появления гнойных осложнений. На этих рентгеновских снимках вся история лечения Павла с самого начала. Была убрана мертвая кость на протяжении порядка 10 сантиметров. Такой дефект необходимо было заместить. Естественно, процесс этот был небыстрый. Для этого нам пришлось перерубить здоровую кость в нижней части и перемещать здоровый костный фрагмент вверх в аппарате Элизарова. Замещать таким образом кости методика не новая, но их выращивают зачастую небольшой длины в несколько сантиметров. В случае Павла на образование большого отсутствующего участка кости ушло порядка двух лет. Но и после потребовалось вмешательство хирургов. В кости для фиксации провели стержень. Было 50 на 50 то, что буду ходить, может да, может нет. Потихонечку сначала дома начал ходить. Было очень тяжело. Голова кружилась. Заново начинал учиться ходить. Сегодня Павел приходит в больницу только для планового осмотра. Врач просит выполнить элементарные упражнения – приседания, чтобы оценить, как восстанавливается двигательная функция ног. Прописывают в таких случаях лечебную физкультуру, гимнастику. Он очень долго находился в обездвиженном состоянии, не мог ходить. Мышцы у него потеряли свою силу полную. То есть он должен ее восстановить. Павел сейчас твердо стоит на своих двоих. Буквально. Ведь выращенная кость шире, а значит крепче. За своего сына не нарадуется мать. Все годы лечения она боролась за его здоровье. Поддерживала морально. Я очень благодарна тем врачам, которые поставили его на ногу. Надежда Наякс, Вальберт Полудниц, информационная программа «День Екатеринбург». Челябинские полицейские прикрыли нелегальное казино в центре города. В игорное заведение попасть было непросто. Вход согласовывался по телефонной связи с администратором. Пройти в зал могли только постоянные игроки или те, кто прибыл по рекомендации. Ну а полицейским попасть в нелегальное казино помогли бойцы СОБРа. В ходе операции изъято пять покерных столов, один стол для игры в рулетку, пять игральных автоматов. Кроме этого, оперативниками были изъяты 18 видеокамер. Сейчас сыщики устанавливают владельцев игорного заведения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А в Свердловской области полиция протекла деятельность фирмы по оказанию инсимных услуг. Бордел располагался в трехкомнатной квартире. Организаторы через интернет размещали объявления о сдаче квартир и выполнении наружных и внутренних отделочных работ молодыми девушками. Ну а по сути это были инсимные услуги. Спецоперация проводилась после контрольной закупки. Как только подставной покупатель расплатился, ОМОН задержал водителя и двух девушек. В Притоне на момент визита стражей правопорядка находились еще три ночные бабочки. Все они раньше уже привлекались к ответственности за занятие проституцией. Организаторы борделя тоже задержаны. Активисты организации «Дорога домой» тоже размещают свою рекламу в интернете, но работают в рамках закона и делают доброе дело. За несколько месяцев им удалось спасти от голодной и холодной смерти около 300 животных. Многим их доброта непонятна, кто-то и вовсе считает сумасшедшими. Но активистов это не останавливает. Из Салихарта сюжет Елены Лысиковой. Это было любовью с первого взгляда. Двухмесячного щенка семья Валитовых увидела на первой благотворительной ярмарке бездомных животных в Салихарде. Он был последним, оставшимся из помета. Мечты о породистой собаке в одночасье были позабыты. Он бедненький такой, одинокий, несчастный. Вот так вот он, вот как он маму зовет. То даренное воскресенье стало счастливым не только для этой дворняги. Всего за один день в свой дом нашли 40 бездомных питомцев, пригретых активистами группы «Дорога домой». Кошек, котят, щенков и взрослых собак. Чаще их путь к людским сердцам гораздо тернист. Что вы, друзья? Вы меня ждете. Вы меня ждете, да? Показать это место для передержки бездомных кошек Ольга Черкашина согласилась не сразу. Неправильно поймут. И без того ее телефон ежедневно разрывается от звонков шантажистов. Звонят, вот мы нашли там щенка, заберите срочно, иначе мы его утопим. Лиза, Чарлик, Персик, Лайка – всех и не перечесть. Когда-то все они оказались на улице по вине людей. Поначалу волонтеры забирали самых тяжелых. Но зимой каждый случай именно такой. Это двое с коровника. То есть веслоухи и вот эта черная кошечка. Коровник, естественно, уехал. Там было вообще 13 кошек. Оттуда удалось только троих забрать. И таких историй десятки в месяц. Этот котенок два дня провел в холодном подъезде. Вчера в 10 часов вечера получается. Позвонили в звонок. Выходим, а сидит вот это чудо. А себе взять не можем у самих два кота. Теперь и эта киска в поисках своей дороги домой. Процедура устройства таких животных не так проста. Фото найденышей попадает на страницу сайта группы помощи бездомным животным. До этого момента его забирают себе волонтеры. Им может стать каждый. Корм, лотки, наполнители обеспечивают всем. Благо пожертвования насчет фонда «Дорога домой» поступают регулярно. Дальше остается ждать. Истории счастливого спасения немало. И ради них ежедневно всего несколько человек тратят свою любовь и личное время. За пять месяцев 300 животных обрели новых хозяев. Елена Лысикова, Максим Терентьев, Алексей Канев, Салихард. Уральские авиаперевозчики получили официальное уведомление от Госавиаслужбы Украины о запрете полета в страну, в том числе уральской авиалинии и авиакомпании «Ямал». К слову, оба перевозчика не осуществляют рейсы в Украину. Согласно полученным документам, запрет на полет для российских авиакомпаний начинает действовать с 25 октября с переходом на зимнее расписание. Киевские санкции не коснулись только ЮТР. Компания выполняет рейс из Сургута в Борисполь. В расписании он значится как раз на 25 октября. Возможно, это объясняется тем, что ЮТР имеет украинскую дочку. ЮТР Украина. В авиакомпании, правда, от комментариев пока воздерживаются. Секрет сладкой жизни в инвестициях. Ишимская кондитерская фабрика собирается расширить производство. Это несмотря на то, что импортная составляющая в изготовлении конфет очень высокая. Сюжет наших тюменских коллег. То есть все стекается сюда и производится отгрузка. В день мы отгружаем порядка 5-6 машин. И этого склада кондитерам уже мало. Хотя здесь вмещается 1200 тонн продукции. Пора расширяться. Скоро на фабрике будут делать в два раза больше конфет. Уже и цех под новую линию ремонтируют. Оборудование из Германии, Украины и Китая поступит в октябре. Примерно 150-200 миллионов рублей. Ну, это так. То есть тут мы будем считать, конечно, уже по финалу. Ну, курс, поэтому. Конфетное производство напрямую зависит от курса валюты. Станки импортные. Сырье тоже из-за границы. Агар. Его используют вместо желатина. Покупают в Италии. Ароматизаторы в Германии. Масла вообще в Индонезии. Но и российские компоненты есть. Например, жир. Потому цены на продукцию сдерживают. Если мы цены задерем, конечно, спрос упадет. Но в то же время был найден этот компромисс, где и не сильно высоко цены были подняты. Даже, я бы сказал, мы подняли меньше, чем поднялась цена на сырье. Ишимские конфеты сегодня покупают по всей стране. География от Калининграда до Владивостока. Все-таки с фабрикой сотрудничают сетевые магазины. Продукцию завозят в монетку, пятерочку, магнит. А когда-то завод был на грани выживания. Выкупили его инвесторы из Свердловской области. В развитие уже вложено 150 миллионов рублей. При выкупе этой фабрики работало у нас всего 60 работающих. На сегодня у нас работает 340. С пуском второй еще линии будет еще 50 человек дополнительно. Я считаю, что уже по 400 человек будет работать на этой фабрике. Это уникально, в принципе, для города. Это здание бывшего машиностроительного завода. Возрождать старое предприятие в Ишиме не видят смысла. Поэтому решено. Здесь будет находиться кондитерская фабрика. Конфетный бизнес процветает. И инвесторы планируют выкупить эти помещения для того, чтобы еще больше расширить свое производство. Евгения Зубцова, Александр Изосимов. Специально для информационной программы «День». Так сложился этот день в регионах Уральского федерального округа. До свидания.